Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскресе! Во имя Воскресе! Знаю, понимаю, что мы находимся с вами все в некотором сложном состоянии, но поскольку мы сегодня на литургии, то первонаперво должен нам сказать, что без молитвы и без службы человек просто сойдет с ума вообще в любое время, в сытости или болезни, в мире или не мире. И те, кто не молится, те реально уже сошли с ума. Сошедших с ума гораздо больше, чем лежащих в больнице. Поэтому держитесь за храм Божий и ничего не бойтесь. Все это дело Божие. Бог никуда не устранился, на миллиметр не отошел от своих дел. И надо продолжать молитву с упованием. И просить его, да будет воля Твоя, потому что путей его мы не понимаем, не знаем. Как говорил мне один священник, самый лучший священник, который я в жизни видел, еще давно-давно, еще во Львове. Говорил, сын, без молитвы можно с ума сойти. Это правда. Так вот, главное, что не сходите с ума без молитвы. Ибо аминь, аминь, как говорит Господь, глаголю вам, многие сошли с ума без молитвы, а оттуда потом все остальное начинается. Значит, что нам надо с вами знать? Ну, мы не уйдем никуда от этих вопросов, которые сегодня перед нами стоят. Война не началась. Война заканчивается. И тот, кто не знал, что она началась и давно идет, тут просто сволочь. Потому что 8 лет подряд, начиная с беркутят, которым с двух стволки в лицо стреляли с 5 метров, а они потом, после двухмесячных операций, приходили еще тогда ко мне в храм с лицом таким, как в фильме ужаса. Это были первые жертвы Майдана. Проклятый Майдан, корень и вина всего происходящего. Не надо искать виноватых на стороне. Виноват Майдан. И те, кто его устроили. Как за большой Атлантической лужей, так и все, кто здесь на континенте этим занимался. Виноваты они по суду Всесвятого Слова и по законам духовным. Между посевом и жатвой должно пройти время. Посеяли 8 лет назад. Жените. А как вы хотели? Если бы посеяли вчера, а пожали сегодня, то, конечно, бы хватило котячего ума понять, за что получаешь. Но поскольку посеяли давно, то уже забыли за что. И Соломон сказал, между посевом и жатвой происходит время. Поэтому сыны человеческие не понимают смысла наказаний. Между делом и плодом, между благом и наградой, между грехом и наказанием проходит время. И мы забываем. И поэтому не спешат исправляться сыны человеческие. Но законы духовные никто не отменял. Поэтому виноваты и только там, и только те, кто это сделал. Кто разрушил ту любимую страну, которую мы любили, в которой я лично жил, которые просто забрали землю из-под ног. И которые на границах нашей страны договорились, придумали и получили для этого все материальные средства и помощь сделать просто какой-то параллельный мир. И вы себе просто, многие даже не представляете, кто это и что это. Поэтому будьте спокойны и знайте, ни на миллиметр Бог не отступил от церкви своей, от людей своих. Мы сегодня читали с вами про Содом и Гоморру. Это дело Божие. Но Лота Господь знал, как спасти. Господь знает, как своих избавлять. И Господь знает, как приводить на суд тех, кто сюда заслужил. Теперь еще заметьте себе к тому, что много будет сказано про любовь в эти дни. Ах, любовь, ах, любовь. Ах, мир, ах, мир. Из того, что написано в Божьем Слове, человек по лукавству своему выбирает только то, что ему нравится. Сказано, покайтесь, не каются. Сказано, примиритесь, пока мир, не примиряются. Сказано, не обижай сироту, не выгоняй пришельца, не обижай бессильного и так далее. Не слышно ничего. Сказано, молись Богу день и ночь. Никто не молится. Почти никто не молится. А вот то, что Бог – любовь, это нравится. Это мы запомним. Это мы будем как щит перед собой держать. Он – любовь, он должен нас любить. Он – любовь, и вы должны всех любить. Этим словом, любовь, понимаешь, пытаются навести порядок во Вселенной. Подождите. Это не единственное слово в Священном Писании. Это не единственное имя Божие. Кроме имени Божьего любовь, есть имя Божие судья. Бог небесных воинств, царь Саваоф и много других имен есть у Господа Бога. Поэтому, дорогие братья и сестры, Бог творит многое и великое, от чего человеку страшно. И то, что Бог страшный, это нужно знать всегда. Вчера тоже нужно было знать. И год назад нужно было знать, что Бог страшный, великий и страшный в славе Своей Господь. Господь навел потоп на землю. Это Его рук дело. Господь сжег Содом и Гоморру, без пощады, кроме Лота и его семьи. Это Его дело. И это тот же Бог, который не меняется. Господь вооружил Иисуса Новина на овладении землей Ханаанской, после Моисея. И это Его рук дело. Господь дал силу Давиду на Голиафа. Это Его рук дело. Господь поднимал многих на войну с другими. И везде мы видим в истории дело Божие. Поэтому не будем одной только любовью отмахиваться от страшной правды. Правда очень серьезная, а мы от нее пытаемся любовью закрыться. Если бы не сделали ничего, через два года полетело бы сюда без всякой пощады, без всякого предупреждения. И если бы они сюда зашли, резали бы нас с вами и кровью крыши мазали, как они раньше об этом и говорили. Ни один русский никогда не спел песню «Убивайте украинца». А москаляку на геляку мы наслушались вот досыта. Несите патроны, трупы складайте, значит, пан и полковник, патроны подавай. Я-то слышал больше вашего это все. Давно слышал. Еще войной не пахло, это все уже пелось и говорилось. Но мы никогда таких песен не пели. Да и петь не будем никогда. Мы же не дураки. Мы люди Божие. И там наши братья. Там наши родные люди, попавшие в цепкие зубы сатанинского пса. Одним из них понравилось в этих зубах оставаться. Одни из них ядом напитались и с удовольствием в этом живут. А другие находятся просто в оккупации и пленении. Молчат, потому что ничего не скажешь. Придут ночью, вытащат из теплой постели и зарежут. Буквально, не фигурально, буквально. Или засадят в какой-нибудь подвал СБУ и там издеваться будут над тобой. И забудут, как тебя зовут через месяц. Это все очень серьезно. Война началась 8 лет назад. Кто не знает об этом, тот сильно грешит. И мы сегодня ее заканчиваем. Мы должны закончить ее и сделать то, что сказано с высших ступеней нашего государственного руководства. нашего ближайшего соседа, страну наших братьев и сестер, страну Милетия Харьковского, которой сегодня память совершается, страну Дмитрия Ростовского, страну Печерских отцов, страну всех великих святых, которых мы ежедневно почитаем и любим всей душой. Эту страну буквально взяли в оборот и напоили Допьяна, как мы там читаем в Откровении. Блудница, сидящая на водах, напоила весь мир яростным вином блудодеяния своего и напилась кровью святых и хочет всем миром править. Мы Откровение читаем на каждой всеночной своей. Поэтому мы вступили давно уже. Слушайте, я когда однажды говорил одному священному, я говорю, ты где там? На Патмосе. А что там делаешь? Снимаем фильм про апокалипсис. Один из нашего духовеначальника. Да что про него снимать кино? Он сейчас в кругом, везде апокалипсис. Ну да, конечно. А кто об этом забыл? Зачем об этом забывать? Не надо забывать об этом. Поэтому, братья и сестры, кто может радоваться о войне? Только бессовестный человек. Это скорбь, это беда, это крест, это тяжесть, это переживание, это слезы, это молитва. Но есть вещи, которые делать нельзя. Никто из нас не ругает хирургов за то, что они делают больно больному для того, чтобы он исцелился. И многое другое совершается в жизни, когда хочешь, не хочешь, а надо. А неприятно, а придется. А может не надо? Надо. Говорит, Шурик, может не надо? Надо, Федя, надо. Больно, конечно, не нужно бы это. Лучше было бы по-другому. Но вы не захотели. Христос же говорил Иерусалиму. Говорит, сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья. Сколько хотел сделать вам мир, сколько хотел вообще, чтобы вы успокоились, люди Божии. Но вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Очень грозная Евангелие вообще. Евангелие – грознейшая книга. И человек прелюбодейно превратил эту книгу в сладкие сказки про какую-то любовь, которую он не знает близко, не нюхал никогда. Любовь Божия на кресте распята. И любовь Божия в гроб легла. Любовь Божия из гроба воскресла. Любовь Божия будет нас судить. В принципе, судит уже и сегодня. Как любой конфликт, как любая беда, эта беда пройдется по сердцам, по семьям, как это всегда бывает. Одни скажут, что вы, что вы, другие скажут, ну, а что вы хотели? К этому шло. А вы что, не знаете, что это уже продолжается очень долго? И там столько крови уже пролито за эти последние, постарею, восемь лет. И это все будет еще разговоры разговорами. Но люди, которые обличены властью и силой, должны делать свое дело до конца. Здесь отворачиваться уже нельзя. Шаг вперед, шаг назад – так не получится. Надо идти до конца, до логического финала и до полного завершения всего этого свинского безобразия, начавшегося восемь лет назад. А мы, люди Божии, простые люди, ни на что, казалось бы, не влияющие, будем иметь больное сердце, будем вздыхать в тайне сердца своего и будем брать в руки наше оружие. У нас же есть тоже свое оружие, которое в случае необходимости является пластырем и таблеткой, а в случае необходимости является мечом или стрелой. Это псалтирь, это Евангелие. Вот кто хочет повлиять на ситуацию, любую, любую ситуацию, тот должен брать в руки Слово Божие. Поэтому пора, братья, пора. Уже скоро Великий пост, и нам надо было действительно помолиться, что ли, поплакать. Берите в руки псалтирьку. А сегодня мы празднуем Иверскую, тоже не веселые времена. А когда они были веселыми? Иконоборцы входили в дома, забирали иконы, рубили их на части или выбрасывали как мусор на помойку, или женщина икону в воду снесла, эта икона на Афоне явилась, Иверская. Вот она, ну как бы копия, там список перед нами. Она на Афоне главным образом висит. Благая вратарница. И должна на Афон, на Афон пришла по морю, с Афономорем уйдет, когда будет уже последние, так сказать, аккорды земной истории. Ничего веселого. Иверская часовня у нас возле Красной площади была, там висел список чудотворный. Разваляли большевики, тоже не было ничего веселого. Вот теперь восстановили, опять висит икона подобная, красивая, там ежедневные молебны служатся. Слава Богу за все. Алексей Митрополит сегодня в Елохове, его святое тело, святые кости лежат, жил при Монголах, при Прирабдонном Сергии, при Дмитрии Донском. Вообще ни одного веселого дня не было. Ни одного веселого дня. Поэтому удивляться не стоит. Мы не в раю живем пока. Мы никого не называем врагами, кроме дьявола. Мы будем молиться Богу и переживать о наших братьях и сестрах по обе стороны конфликта. Но мы будем, как смиренные христиане, преклонять голову перед непостижимыми для нас судьбами Божиими, которые иногда совершают над человеком болезненные изменения. потому что люди давным-давно это заслужили, только делают вид, что не понимают. На самом деле они понимают, и мы понимаем, что они понимают. А кто не понимает, пусть откроет им Бог глаза, чтобы он понял, что нельзя безнаказанно совершать злодеяния годами, годами, годами и петь об этом, и смеяться над этим, и шутить об этом, и на крови плясать, и думать, что... или одобрять это, или деньгами их спонсировать, или там, или, 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 и думать, что тебе ничего за это не будет, и так тебе с рук сойдет. Вот это, друзья мои, так не бывает. Вот так не бывает. Поэтому скрепите сердце ваше, снабдите души ваши, Библию в руки, крестное знамение начало, и движемся в сторону великого поста. Да принесет он мир в души наши и во всю вселенную. Завтра поминовение усопших троицкое, родительское. А ближайшая неделя неделя о страшном суде. Очень уместно. Неделя о страшном суде. И заговенье на мясо. Следующее сырное. Милосердный Христос да простит, да помилует, да очистит, да укрепит всех верных своих по именам, а Господь верных своих знает. Аминь и Богу славу.